Привет зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. Семья – это работа. Притом работа непростая. В браке бывают счастливые времена, а бывают и трудные. История этого свадебного подарка может многому научить любых молодоженов. Сегодня, когда мы уложили детей спать, я и мой муж решили расслабиться и выпить вина. За беседой мы обсуждали грядущую свадьбу в Коломазу, на которую нас пригласили, и думали, что подарим новобрачным. Я вспомнила, что дарили нам на нашу свадьбу, а было это 9 лет назад, и какие подарки понравились нам больше всего. И тут я поняла, что подарок, который был у меня дороже всего, до сих пор лежит нераспакованным. Вы будете смеяться, но это так. В день свадьбы Брэндон и я получили презент от моей тети Элисон. На простой белой коробке была карточка с надписью «Не открывать до первой ссоры». За 9 лет нашей совместной жизни у нас было немало ссор, споров и захлопнутых дверей. Пару раз нас даже посещали мысли о разводе. Но коробку мы так и не трогали. Я думаю, что каждый из нас подсознательно избегал этого. Иначе это бы означало подписаться в собственной несостоятельности и признать поражение. И каждый раз мы думали, что, наверное, это еще не самый крайний случай. Бывает и хуже. Так и жили, проверяя себя и отношения на прочность. Но не сдавались. Поначалу мы думали, что в коробке и правда лежит какой-то таинственный ключ к спасению брака. Ведь тетя Элисон прожила в счастливом браке почти полвека, пока не стала вдовой. Мы надеялись, что коробочка нас спасет. И вот, наконец, мы решились ее открыть. Секрет оказался довольно прост. Внутри было два конвертика с деньгами и записками. Кэти, купи пиццу, креветки или то, что вы оба любите. И подготовь ванну для романтического вечера. С любовью, тетя Элис. Брэндон, а ты купи букет цветов и бутылку вина. С любовью, тетя Элис. Все эти 9 лет и 3 переезда коробка жила на верхней полке платиного шкафа, собирая пыль. И все же она не лежала там зря. За это время она научила нас терпению, пониманию и уступкам. Мы становились друзьями, партнерами, командой. И это укрепляло семью. Сегодня мы решили открыть тот подарок, потому что он уже выполнил свое главное предназначение. И мы, наконец, поняли, что инструментов, помогающих построить крепкую семью, там нет. Они в нас самих. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Neben Paris! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...